МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. К окончательной редакции краевой бюджет вырос почти на 11 миллиардов. Куда потратят все эти деньги, осталось понятно не всем. Пойдут на проведение некой сибириады, какого-то челленджа по хоккею, что это такое. Временное всегда может стать постоянным, что происходит с трубцовским туб-диспансером. Барнаульские школьники будут правильно подкармливать птиц из Мрудного парка. А начнем мы с порыва. Сегодня произошла очередная коммунальная авария на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина. Об этом сообщают в городском паблике. Судя по кадрам очевидцев, порыв виден невооруженным взглядом. Место огорожено вокруг коммунальщики. Спустя несколько часов после появления поста под видео появился комментарий от аккаунта «Город Барнаул» со словами «Рабочие БТСК уже заканчивают сварочные работы». Тем не менее, на официальном сайте мэрии информации об этой аварии нет. И критиковали, и хвалили. Бюджет края сегодня приняли в окончательной редакции. Какая партия назвала его реалистичным и поддержала? Почему представители «Справедливой России» не испытывают эйфории, голосуя при этом «за»? Кто и по какой причине раскритиковал главный финансовый документ региона, расскажет Татьяна Голубева. Сначала цифры 49 за, 12 против, 1 воздержался. С момента первого чтения и до второго доходы бюджета выросли на 10 миллиардов и почти 700 миллионов рублей. Такого, говорят, никогда не было. Помогла Москва, в том числе депутаты Госдумы. «Единороссы» подчеркнули, им удалось увеличить средства, заложенные на поддержку инвесторов, на повышение зарплат бюджетников с нового года почти на 9% и не только. Это не значит, что в бюджете учитывается все, что мы планировали. Но мы должны быть реалистами, решить сразу все задачи невозможно. Мы расставляем приоритеты, тем самым поступательно решаем накопившиеся проблемы. В том, что партия власти будет «за» бюджет, никто не сомневался. «За» высказались и «Справедливоросы». Ведь 9 из 13 их поправок тоже учли. Однако эйфории от бюджета они не испытывают. Зарплаты по сравнению с соседними регионами не растут, а бюджетные средства расходуются, по их мнению, неэффективно. Речь в том числе и о тех приличных суммах, которые пришли из Москвы. Куда вы думаете, разработчики бюджета предложили их распределить? Нет, не на повышение опережающими темпами, как просили мы, именно окладов кривым бюджетникам и государственным гражданским случаем. И не на увеличение размера социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным, которые уже многие годы не повышаются, о чем тоже просила наша фракция. И даже не на повышение компенсационных выплат на питание в школах. Куда тогда, спрашиваются, уходят деньги дополнительно в бюджете найденные? Смотрите, эти деньги, среди прочего, пойдут на проведение некой сибириады, какого-то челленджа по хоккею, что это такое? Оппозиционеры ЛДПР однозначно высказались против принятия бюджета. Аргумент весомый, их поправки вообще не учли. Минфин, по их мнению, к диалогу не готов. А ведь они предлагали увеличить вклад в развитие предпринимательства, проиндексировать выплату труженикам тыла и добавить денег на спорт. Когда наши дети в вечернее время в школе Олимпийского резерва, в городе Барнауле, столице Алтайского края, бегают по стадиону в вечернее время с налобными фонариками на голове, дабы освещать себе путь к спорту высоких достижений, когда у нас в это время вечернее, залы сданы под коммерческую аренду, чтобы как-то школа могла сводить концы с концами, наверное, острое чувство стыда должно нас с вами заставить заниматься данным вопросом. Против были и коммунисты, назвав бюджет социально-пессимистичным, хотя свое общение с министром финансов края и губернатором хвалили. В свою очередь Виктор Томенко, выслушав всех, поблагодарил и за поощрение, и за критику, отметив, что отношения с некоторыми фракциями надо все-таки налаживать. А еще что экономическое движение нельзя назвать революционным, но ресурсы для воплощения важных проектов сейчас появились. Всего депутаты сегодня заседали более пяти часов и рассмотрели 31 вопрос. Заключительная в этом году сессия пройдет 19 декабря. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком. Больных туберкулезом на Алтае может стать больше. Это связано с временным закрытием круглосуточного стационара Рубцовского тубдиспансера. Его переводят в соседний район, но пациенты уже отказываются туда ехать, говорят, слишком далеко. При этом, сколько продлится временный переезд, остается загадкой. Валентина Аскерова пыталась ее разгадать. Такой у нас город, такая заболевание, это же ужас, кошмар какой-то. Вот сейчас контингент больных, вот сейчас посмотришь, все добропорядочные. Бабушки, пенсионерки, мужчины, никакие там зон, никакие. И закрыть такой стационар, ну, это кощунство. По домам тихо умирать. Рубцовский круглосуточный стационар, где пока еще лечатся больные туберкулезом, закрывают через несколько недель. Так решил Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор. Неудивительно, здание дышит наладан. Пациентов готов принять Лебяжинский тубдиспансер. Больные напуганы, до нового медучреждения 50 километров. А внутри, говорят, нечеловеческие условия. Там такие условия, они невозможны. Какие условия, можешь сказать? Условия там и подсанитарии, не ахти. Во-первых, там столовая, вообще отдельно, говорят, надо ходить пешком туда. Ну, как-то там, может, далеко куда-то пешком ходить, мы можем и другие болячки заработать. Там врачей как таковых нет, там заведующий главный врач. Там нету рентген-кабинета, это надо в Егоревку ехать. Там нету рентгена? Да, и все, едешь за свой счет туда. С переездом стационара не согласны и в самом тубдиспансере Рубцовска. На их учете, по данным открытых источников, полторы тысячи человек. 350 из них с открытой формой болезни. И в Лебяжинской больнице им вряд ли помогут, говорят врачи. Лебяжинская больница с замечательным воздухом, с какими-то там грязелечениями, она хорошо на заключительном этапе, как санаторное лечение. Но вот давайте зададим себе вопрос, да, если вам поставлен диагноз туберкулеза, и вам предстоит стационарное лечение, вы поедете в лес лечиться? С врачами согласны даже депутаты. Там отсутствуют и все необходимые лицензии, там нет интенсивной терапии, там нет реанимационного отделения. У Лебяжинской больницы нет лицензии для того, чтобы в дальнейшем осуществлять выдачу больничных листов временной нетрудоспособности. И 50 примерно процентов больных туберкулезом, они являются трудоспособными. Вот как выглядит туберкулезный медкластер в селе Лебяжье. Он разделен на корпуса. Здесь лежат тяжелобольные с открытой формой туберкулеза, через 200 метров административный корпус. Там находится главврач, старшая медсестра больницы. А еще дальше находится столовая, до которой вынуждены ежедневно идти пешком тяжелобольные пациенты. Оценить условия пытались и местные депутаты, но руководство больницы народных избранников на порог не пустило. Мы зашли. Конечно, рентген-кабинета нет. Мы по договору, нас обслуживает ЦРБ в отдельные часы, то есть для того, чтобы не было контакта. Рентген-кабинета нет, все остальное, да, у нас функционирует. Значит, и пациенты у нас, лечение, тоже были статьи, что у нас абсолютно по четырем режимам мы пациентов своих лечим. Абсолютно вся химиотерапия, патогенетическое лечение у нас в полном составе. А условия? Какие больницы в этой? Прекрасные у нас условия. Я не знаю. Марина Голубева также пояснила, что они готовы принять пациентов из Рубцовска. Места есть. Сейчас здесь занято 30 коек, свободно еще 70. Для их переезда даже готова выделить машину. Пусть легкая форма там будет лечиться, а у нас вот такие, которых надо подальше изолировать от общества. Понимаете, они в городском цикле, они абсолютно не нужны. По 17 декабря Рубцовский туб-диспансер будет закрыт. Временно, настаивают специалисты Минздрава. Правда, в приказе за подписью министра здравоохранения Дмитрия Попова временно ничего не сказано. На днях в медучреждение приехала краевая комиссия. Пыталась найти решение, которое бы устроило всех. Если пациент не желает лечиться в противотуберкулезном больнице всего Лебяжья, мы можем предложить другие площадки. Они есть, их достаточно в Алтайском крае. Это же ехать тоже, но вырхать тебя с биском. Но это не та ситуация, которая бы могла препятствовать лечению. По мнению главного афтезиатра края, паниковать вообще не стоит. Тех, кто нуждается в круглосуточном лечении, не так много. У нас есть Лебяжка 100 коек и Рубцовск 75 коек. По нормативам, которые рассчитываются по определенным формулам, необходимая потребность, с учетом больных, которые выявляются, прогнозирование выявления пациентов. Данному округу необходимо 144 койки в абсолюте. На сегодняшний день у нас 175 коек. Очереди на госпитализацию нет никакой. Елена Анисимова также добавила, что нет в крае туберкулезного бума. Наоборот, за 9 месяцев заболеваемость на Алтае снизилась на 12%, по Рубцовску на 8%. Но долго ли статистика будет радовать? Ведь переезд временный. Нужен он как вариант для ремонта тубдиспансера, его переоборудования или вовсе строительства нового. Точного ответа Минздрав нам так и не дал. А значит, непонятно, сколько продлится это временно. Но уже через три недели больные выйдут на улицы города заражать других. Неужели я буду ехать маршрутки, я буду сидеть, давиться и не смогу покашлять? Естественно, у меня кашель. Я буду кашлять. Хоть я и в руку, а оно-то разлетается. Куда оно? Ты так же сидишь рядом со мною, сидишь рядом со мной, ты со мной дышишь. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Мать-одиночка из Барнаула и ее маленький сын фактически оказались на улице. Но при этом вынуждены ходить в суд и, возможно, заплатят за большое потребление света. Женщина ищет справедливости. С ней познакомился Андрей Дриер. Ольге и Антону негде жить. В 15-м году рухнул их дом на Меланжево 97. Используя деньги от материнского капитала, на его месте начали строить новые. Но в этот момент горэлектросеть насчитала у Ольги долги и начались суды. У нас уже с сентября идет заседание. Они обрезали мне полностью свет. Я им объясняю, я говорю, дома-то не было. Я говорю, вы за что насчитали 54 тысячи? Они мне говорят, мы насчитали за то, что вывели работы. Я говорю, какие работы? Здесь, кроме как шуруповертом и бензиновой пилой, ничего сделать нельзя. Когда материнский капитал закончился, Ольга стала просить помощи в строительстве. Откликались и депутаты, и бизнесмены. Но этого недостаточно. Доделать первый этаж мешает нехватка материалов и отсутствие электричества. Заработать на все это сама Ольга не может из-за проблем со здоровьем. Как могла, так поднимала двоих мальчишек сама. И травма дала себе, знаете, естественно, полтора года я возможности работать. Не соцзащита, никто не мог мне найти работу. Переучивали меня, вот на лифтера отправляли. Несмотря на то, что у меня педобразование, работать с детьми я сейчас не могу. Я падаю в обмороке. Сейчас Антон с мамой ютятся у родственников в однокомнатной квартире. Чтобы достроить свой дом и провести отопление, нужно около 100 тысяч рублей. А если Горэлектросеть выиграет суд, Ольга будет искать еще 54 тысячи. Женщина просит помощи у властей, города и политиков. А мы будем следить за развитием ситуации. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Детская экологическая экспедиция «Начни с дома своего» завершила свой осенний сезон в Барнауле. Проект, аналогов которому в России нет, по словам организаторов, существует больше 20 лет. За это время тысячи алтайских детей обследовали почти всю Сибирь. В этом году в рамках финальной акции школьники развешали в изумрудном парке кормушки. Так, рассыпь вот так, чтоб не кучка есть. Этой зимой выживут не все. При дефиците корма в городах гибнет до 70% птиц. Пугающая статистика, и Барнаул не исключение. Они могут погибнуть, потому что в морозные дни им нужно кормиться достаточно активно. А если корма нет, то они просто ночь могут не пережить. И, конечно, это очень важно. На каждого жителя 3-4 птицы точно приходится. Если каждый житель покормит эти 3-4 птички, то все будет хорошо. Эти школьники спасут не один десяток птиц. В Барнауле впервые прошла акция по созданию и развешиванию кормушек. Это завершающий этап эко-проекта «Начни с дома своего». Местом спасения пернатых выбран парк «Изумрудный». Там появилось около 40 столовых для птиц. Достаточно часто делаем эко-кормушки, развешиваем по городу, потому что это самое удобное, самое доступное. Любой ребенок может сделать, с удовольствием сам поедет повесить. Эко-кормушка работает так. В формочку с растопленным жиром засыпают пшено и семечки остужают и развешивают по городу. Такие угощения для птичек полезны, а вот хлебом кормить опасно. Орнитологи говорят, для пернатых он не питателен и только забивает желудок, вдобавок вызывает дисбактериоз и ослабляя организм. Ну вот только из правильного тут пшено. А вот это вот все, они не клюют. Юные экологи создают спасительное для птиц кафе не первый год, поэтому уверены, что их меню птицам понравится. Как думаешь, птица будет кушать то, что положили? Да, она вот где. Школьники готовы помогать птицам и следующей зимой. Организаторы акции уверены, последней она не будет. А спасать пернатых девчонки и мальчишки теперь настроены круглый год. Надо, чтобы хоть кто-нибудь помогал природе, заботившись о ней. О своих братьях и мельцах. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд погоды спонсор прогноза компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.